На 24 августа Скошено всего 19 314 гектаров, что составляет 32% к плану. Обмолочено 9835, что составляет 16% к плану. Продажа хлеба при плане 25 000 тонн на сегодняшний день лишь 3967 тонн, также 16%. Спахано зяби по району 3516 гал. Это 7%. Засыпано семян 784 тонны. Убрано соломой на площади 3431 гектаров. Заскирдовано 4973 тонны. Засеяно азимыржи на площади 2734 гектара. Пресс-центр уборки урожая 94 сообщает о своих передовиках. На Касавице это Низамов из колхоза Ленин-Ёлы 400 гектаров. На Обмолоте Габдулин, также из этого же колхоза 2074 центнера. На Перевозке зерна Галин, колхоз имени Мичурина 4361 центнер. На Севиазимах лидирует выстрецов из колхоза Искара 360 гектаров. Несмотря на плохую погоду, есть хозяйства, которые активно ведут и вспашку зяби, и Касавицу из Скирдавания. Между тем, хозяйства имени Куйбышева, Максима Горького, Дружба, Большевик, Родина, Ленин-Карно, Урал не вспахали ни одного гектара под зябь. В позициях совершенно непонятно. Стоит ли ждать у моря погоды? Ведь другие колхозы и совхозы как-то умудряются вовремя и вспахать, и засеять, и скирдавать. Что мешает этим нескольким хозяйствам организовать свою работу так, чтобы хотя бы не отставать от средних районных показателей? Если в середине лета еще была надежда, что погода еще улучшится, то теперь, когда на дворе конец августа, надеяться на улучшение погоды вряд ли стоит. Едва забрежет день деньской, с небес льет и льет холодный осенний дождь. А ведь на полях неубранными лежат тысячи гектаров хлеба, не засеяно озимое рожь не йод с пашкой зяби. По заданию Управления сельского хозяйства и продовольствия, наша съемочная группа выехала в колхоз «Урал». Согласно последним сводкам, здесь не издано ни намолочено, ни центнира зерна. В чем причина медленного хода как уборки урожая, так и севазимых с пашкой зяби. Об этом наша беседа с главным агрономом колхоза «Урал» Муфтаховым Фанови Лутфеевичем. Фанови Лутфеевич по сводкам Управления сельского хозяйства и продовольствия. Продовольствия колхоз «Урал», впрочем, как и другие хозяйства района, скажем, не в числе лучших по уборке урожая. Но ведь что-то делается колхозом в эти дни, правда, хоть и льет дождь, хоть и не перестает, и вот мы стоим почти что на болоте. Что делается колхозом в эти дни по уборке урожая? Сегодня мы работаем в основном на сушке зерна и работаем на КЗС, выпускаем семена азимой ржи. АВМ работает в основном на сушке зерна отходов. На сегодня мы положили 700 сетнеров и пропустили через АВМ 700 сетнеров зерна и положили в склад на фураж. А сколько сдали государству, если не секрет? В государство тоже сдали около 700 сетнеров зерна, это составляет 9% от нашего плана. Но в физическом весе это 700 сетнеров, а фактически за счетный вес мы точно еще не установили. Вчера тоже занимались сдачей государства зерна. А сколько процентов вложений составляет? Ну, по нашим подсчетам пропустили вот через АВМ и подсчитали, 36% влажности составляет. Это уже через АВМ, но если по стандарту, наверное, будет побольше. Панавел Латвич, вот скажите, пожалуйста, скошено всего относительно плана, сколько площадей, немного о площадях, сколько скошено, сколько убрано? Ну, о площадях я уже предварительно сказал. 630 гектаров скошили, это копылану 41% составляет. А убрали 280 гектаров, это составляет копылану 18% с большим. Мы в основном брали азимую рожь на площади 140 гектаров. Что делается вообще по колхозу вот в эти дни? Ну, в эти дни мы вчера и сегодня не смогли выехать в поле. Каждый час без остановки льет дождь и нельзя заехать в поле. Трактора застревают, да? Трактора на пахоте не могут работать, застревают, даже буксуют. И пришлось остановить даже пахоту. А вы сказали и о спашке зябе, и о том, как идет, в общем-то, обмолот, конечно, слабыми темпами. И надо полагать, что погоды на улучшение, улучшение погоды надежды, наверное, и не будет. Вот как вы думаете в этой ситуации? Немножко, пожалуйста, расскажите о ваших планах на планы минимум на ближайшие недели-две хотя бы. Ну, мы посовещались вместе со всеми специалистами и бригадирами. Ну, хотим в основном не увлекаться скашиванием. Сейчас собираемся, мы комбайны подготовили на прямую подборку, уборку. А с подборкой и скашиванием собираемся задерживаться. Ну, остановить вообще скашивание, потому что из волков сейчас вот... А зимой рожь уже зарастает. Поэтому скашить невыгодно. Собираемся только убрать прямую и пропустить через сушенку. А вот тракторный парк, комбайны вас не подведут? Ну, с комбайнами, конечно, трудновато, запчасти не хватает. В основном вот в такую погоду сейчас лопаются ходовые ремни. Те, которые запасли, все уже кончились. На сегодня у нас нет ни одного ремня запасного, ходового ремня нет. Но комбайнами, конечно, постараемся выйти из положения. А с тракторами более трудновато. На сегодня во второй бригаде не работают три трактора сломанные. У одного моста, нет заднего моста, у одного двигателя на ремонте в РТП все еще не подготовили. А другой с муфтовым цеплением мусится. Выходит, ломается опять, заезжает. В основном тракторные парка у нас очень старые. Вот, в Масеводской бригаде, в первой бригаде, ни одного нового трактора. Почти все списанные трактора. Но с этими тракторами отремонтировали, работаем пока, как есть возможность, все стараемся. Вот, подготовили почву на пассив озимой рыжи 185 гектаров. С семенами трудновато. Собираемся завтра выезжать в Дерделинский район за семенами. И свои вот готовим. Их надо будет, конечно, проверять на всхожесть. И до сентября, до первого сентября постараемся, если погода даст, хватит 200-250 гектаров хотя бы посеять озимой рыжи. Почва подготовленная имеется. Задержка только в том, что с семенами трудновато и погодой. Сегодня в поле выехать нельзя. Вот, сами видите, везде болота. Насчет уборки силуса. Тоже стараемся, работаем. Вчера, конечно, не смогли выехать в поле. КСК-100 застрял на К-700, и кое-как вытащили. А сегодня уж пришлось перебросить на другое поле, которое более-менее на склоне находится. Вроде сейчас чуть-чуть работа пошла. Стараются там работать. Если еще дождь пойдет, опять там тоже нельзя будет работать. На сегодня 80 гектаров подсолнечник убрали, 85 гектаров подсолнечник осталось на ворке, на силус, и 80 гектаров кукуруза. На две бригады в колхозе один стогометатель. Вот и ездит он, где больше успеет. А зима и рожь еще не засеянная, хотя и подготовлены почвы. Нет семян, как нам объяснил главный агроном. За ними должны выехать в Дюртулинский район. Вот так из-за мелочей. Нет семян, не хватает ходовых ремней, нет стогометателя, ломаются трактора. Застопорилась работа в колхозе. А ведь эти дни решают, как мы переживем зиму, как засеемся весной, как перезимуют скотины. Все здесь, в колхозе Урал, сделано для того, чтобы мы были спокойны за урожай. Зикав Арсланович, расскажите, пожалуйста, как школы района вступают в новый учебный год? Две дни в учреждениях народного образования у нас очень горящая пора. Идет подготовка школьных объектов к началу нового учебного года. В отдельном народном образовании занимаемся укомплектованием кадров, топливом и некоторыми другими вопросами. Готовимся к главному форуму наших учителей, который состоится 26 августа в районном Доме культуры конференции учителей нашего района. С 4 по 15 августа районная комиссия посетила все школы и дошкольные учреждения нашего района. Очень хорошее впечатление оставили многие школы, многие объекты, которые в течение учебного года и в течение этого лета были капитально отремонтированы и подготовлены к началу. Комиссия проверяла объем и качество капитального ремонта, оценивалась работа на пришкольных участках, подготовка мастерских и кабинетов для учебных целей. В 22 школах из 34 проведены те или иные капитальные ремонтные работы. В 7 школах капитально отремонтированы крыши отопительных систем, котельных Месогутовской, Стареворожской, Максимовской, Орловской, Прогрессской, Средних и Средних школах номер 1 и номер 2 города Янаул и Айбулякской неполной средней школы. В стадии окончания ремонтной работы в средних школах номер 3 отопительных систем, в пришкольном интернате средней школы номер 5. Большой объем по городу был проведен в средней школе номер 2. Заменены все наружные и частично внутренние дверные полотна, перестилили пол физзаля, отремонтировали на 30% отопительную систему в кабинетах и коридорах. На двух этажах в коридорах и пятиклассных комнатах заменили дневное освещение на обычные лампы накаливания. Примерно такой же перечень можно было бы говорить о таких школах, как средняя школа номер 5, номер 3, из сельской местности Месогутовская средняя школа, Стареворожской и Иткинеевской неполной средней школы. Преобразились после ремонта Стареворожской средней школы и Иткинеевской неполной средней школы. В обеих школах сделан ремонт пола, сейчас чисто заменили дверные полотна. Иткинеевской неполной средней школе перекрыли крышу площадью 800 квадратных метров. На фоне этих положительных моментов, конечно, комиссия отметила негативные факты по подготовке учреждений народного образования в таких школах, как Ваядинская, Каймашабашская неполная средняя школа, Суслазобалакская средняя школа. Но здесь принимаются меры подготовки, нормальной подготовки начала учебного года. В настоящее время на этих объектах работают наши товарищи. Если подводить итоги по пришкольным участкам, комиссия также отметила очень хороший опыт, содержательную работу Кармановской средней школы, где у нас ежегодно дают неплохие результаты преподаватель Бадритинова, Флориды Саидовны, Шудекской средней школы, Александрова Мария Петровна, вспомогательная школа-интерната Ахунова, Валиевна и некоторые другие. Ну и в этом плане в некоторых школах у нас тоже еще есть много недоделанного, но мы стараемся устранять все эти наши недостатки. А как обстоят дела с кадрами? Вот буквально с 15 августа мы начали прием молодых специалистов. В настоящее время в школы района принято 34 молодых специалистов, которые завершили нынче учебы в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях. В основном все устроены, но сегодня у нас проблемы остаются преподавателями иностранного языка, химии, биологии. И в двух школах у нас не хватает математиков. В основном все проблемы по кадрам 1 сентября будут решены. Готовность школ к новому учебному году – проблема номер один всех педагогических коллективов района. Надо успеть отремонтировать за время летних каникул классные кабинеты, столовые, спортивные залы, побелить, покрасить, закупить необходимые учебные пособия, мебель, да еще многое. Приятно осознавать, что многие школы района полностью готовы к принятию своих питомцев. Одна из таких – Иткиниевская неполная средняя школа. Здесь уже готовят 1 сентября и первоклашек. Иткиниевская неполная средняя школа. Иткиниевская неполная средняя школа. Иткиниевская неполная средняя школа. Зарип Масхудда Шариповна бізге бұлай деп сөйләлі. Масхудда Шариповна бұлай деп сөйләлі. Масхудда Шариповна бұлай деп сөйләлі. Масхудда Шариповны городös, Масхудда Шариповна бұлай деп сөйләлі. Иткинийын бұлай деп сөйләлі. В 종иgruppен компетерп, С erle tengan атласын, Иткиниевская atmаж. В этом году мы участвовали в школе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...